По словам местных жителей, эта газель возле 24-го дома по улице Завидной стоит здесь около пяти лет. Разумеется, на приколе, собственник ею не пользуется. А тем временем авто перегораживает подъезд мусоровывозящего транспорта к контейнерной площадке, что затрудняет вывоз отходов. Результат, что называется, налицо. Раньше тут стоял, сейчас перепарковали. Мусоровоз не может заехать, мусор убирают. Машина пять лет уже стоит, хозяина нет. Вы недовольны этой ситуацией? Нет. Это не единственный пример того, как брошенные авто захламляют, мешают и портят внешний вид нашего города. С проблемой борется и местная власть, и члены общественной палаты, и активисты. Организуют рейды, выявляют нарушителей, но сделать с ними по закону ничего не могут. Выход нашли депутаты Ленинского городского округа, которые в октябре 2020 года утвердили соответствующее положение. Положение о брошенном, бесхозном и разукомплектованном автотранспорте, о его утилизации, соответственно, вывозе его с места парковочных или с места придомовых территорий. И дальше, соответственно, определенная процедура существует для розыска владельцев, для признания этого транспорта бесхозным, ну и процедура по его утилизации. Положение уже действует. На территории 6-го микрорайона вовсю идет процесс выявления автохлама и передача информации в профильную муниципальную комиссию. К работе подключились члены общественной палаты Ленинского городского округа. Мы находимся на связи с местными жителями. Поступает информация как от наших рейдов, которые мы периодически проводим, выявление данных автомобилей, так и поступает информация от жителей микрорайона о местонахождении данных транспортных средств. После 5-6 вечера мест свободных в городе не остается, точнее в данном 6-го микрорайоне, в связи с большой загрузкой. Соответственно, тем более нужно автомобили как-то либо свозить в личный гараж и там хранить свою собственность. Очевидно, что автохлам мешает всем, кроме, конечно, его собственников. Теперь, после принятия депутатами положения о бесхозном транспорте, с облегчением вздохнуты сотрудники управляющих компаний, которые из заброшенных не могут должным образом почистить дворы от снега. И дворникам, и технике тяжело подъехать для вывоза, для уборки. И это большая-большая проблема в 6-м микрорайоне. Каждый житель может стать помощником в выявлении брошенного транспорта, если будет сообщать о подозрительных авто в свой территориальный отдел или в общественную палату округа. Давайте вместе сделаем наш муниципалитет свободным от автохлама. Юлия Пагасян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИННТВ.